ДИАГНОС Сегодня 1 декабря, во всемирный день борьбы со СПИДом, мы решили посвятить программу теме, о которой общество обычно предпочитает молчать. И сегодня в нашей студии не только цифры, не только мнения, но сегодня в нашей студии реальные судьбы реальных людей. Это Ток-шоу-форум. Я Дмитрий Бачков. Здравствуйте. И сегодня вместе с нами представитель Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Георгий Сакварелидзе. Заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Екатерина Паниклова. А также психолог Сергей Кручинин. Наш первый на сегодня герой много лет назад узнал, что у него ВИЧ. И все эти годы он не просто живет с этим диагнозом, он создал семью, у него есть дети. То есть, по сути, для многих из нас он разрушает все эти стереотипы, с которыми мы привыкли сталкиваться, когда думаем об этом. Евгений Спивак сегодня вместе с нами встречает. Евгений, здравствуйте. Евгений, а как давно вы вообще узнали, что вот у вас ВИЧ? 18 лет назад. То есть, 18 лет назад. Я объясню, я только когда начал готовиться к этой программе, начал вникать во все особенности. Я, как большинство, как я понял, судя по комментариям, отзывам, считал, что эти люди, ну, как бы обречены. То есть, вот 2-3 года и все, 18 лет. Я просто считаю, что это... А что из себя представляет вот эти 18 лет жизни с ВИЧ? Ну, на самом деле, это все разные годы. Каждый из этих 18 лет, это абсолютно разный год жизни. И они сильно отличаются друг от друга, скажем, ну, в самом начале, да, когда я узнал о диагнозе. И сейчас, когда несколько иная обстановка в стране и в мире у нас. Расскажите, вы когда узнали, это шок? Что это за состояние у человека? Ну, вы знаете, я о диагнозе узнал, находясь еще в такой, скажем, сильной наркотической зависимости. И, как бы, ну, воспринимал я то, что происходит со мной несколько иначе, чем люди, не употребляющие наркотики. То есть, я правильно понимаю, что тогда вы не придавали этому значения? Абсолютно никакого значения этому не придал. И, наверное, даже такой фатальный, скажем, вывод сделал, что, ну, как бы, судьба сама распорядится за меня, да, как бы моей дальнейшей жизнью. Потому что от наркотиков я уже устал. Евгений, ну, на самом деле, я не могу не спросить. Вот ваша супруга, она тоже с ВИЧ? Нет, у супруги нет диагноза ВИЧ-инфекция. Все нормально. А дети, ребенок? Есть дочка, в этом году уже 15 лет ей. Тоже, соответственно, нет диагноза. Еще одна тема, которую я не могу не затронуть. Вы какое-то время назад вот людям с таким диагнозом относились как к изгоям. Вы чувствуете это на себе? Ну, вот начали фразу со слов «какое-то время назад». Я бы ее не употреблял, просто эту приставку, потому что многое не поменялось с тех пор. И уровень стигмы и дискриминации к людям, живущим в СВИЧ, достаточно высокий сегодня. Что это за дискриминация? В чем она выражается? Как правило, люди сталкиваются с проблемами на работе. Если узнают о диагнозе, то часто делается все, чтобы человека уволить с этой работы. Если это обращение, скажем, за медицинской помощью куда-то в медучреждение, особенно это ярко ощущается в провинции, отношение иное. То есть, иногда врачи вообще отказывают помощи, отправляя к узкому специалисту, как бы, твой врач-инфекционист, там и лечись. Это не наши проблемы. Иногда, ну, возникают сложности в общении именно. Все-таки вы пришли сегодня на программу, то есть вас не просто 10-20 человек, а миллионы посмотрят, те, кто увидит эту программу. Почему вы приняли такое решение? Ну, на самом деле, решение, вот, открыто говорить о том, что я живу с ВИЧ, оно тоже пришло не в первый день в жизни с диагнозом. Когда-то я и моя семья пережили тоже тяжелые обстоятельства, когда мой диагноз был раскрыт людьми, чиновниками в городе, скажем, власть имущими, и были такие серьезные гонения на семью. То есть, нас даже пытались выгнать из города, где мы жили. Что это за город, расскажите. Есть такой городок у нас небольшой в Могилевской области. Мы жили какое-то время там. Прошло время, не хочу сейчас называть, как бы, этим говорить название. Там живут люди, и я знаю, что у многих людей потом поменялось отношение со временем. Все-таки то невежество, которое было, оно тогда сыграло, конечно, злую шутку с нами. И когда вот это все произошло с нами, я просто, ну, для себя решил, что раз уже это произошло, то я постараюсь сделать все возможное, чтобы другие люди, живущие с ВИЧ, как можно меньше страдали от собственного диагноза. Спасибо, Евгений, за вашу историю. Век 40 назад, когда начала подниматься волна тех, кто говорил, я болен, у меня ВИЧ и спит, тогда вот и появилось вот это название «чума 20-го века». И тогда начали рисовать новые и новые мрачные прогнозы. Говорят, что веке 21-м будет гораздо-гораздо хуже. Так вот, как сегодня? Что обстоит с этим в мире и Беларуси? Научилось ли человечество противостоять этому? Вот я бы хотел эти вопросы адресовать нашему следующему герою в студию Ток-шоу Форум. Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Беларуси Игорь Гаевский. Встречаю. Добрый вечер, Игорь Владимирович. Я сразу спрошу, много ли таких людей, как Евгений в Беларуси, с таким диагнозом? Ну, всего зарегистрировано порядка 17 тысяч таких диагнозов. Сегодня проживает 13 тысяч человек с таким диагнозом. Поэтому людей достаточно много. Людей достаточно много. Если сравнивать с тем, что происходит в мире? Ну, в мире происходит по-разному. В одних странах очень много, в других странах поменьше. Здесь, я думаю, Республики Беларусь... Но Республика Беларусь здесь не занимает лидирующих позиций, это однозначно. Георгий, вы как раз отвечаете за вот эту международную обстановку. Вы точно видите каждый день эту картину. А вот мы где примерно в списке? Мы находимся, так сказать, Беларусь находится по параметрам, схожим по советских странах. Беларусь относится к странам, где эпидемия имеет характер концентрированной. Она, так сказать, имеет распространенность приблизительно 0,4% в общем населении. Она сконцентрирована в особо изюмных группах, как потребители инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса, мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами и обездоленные, так сказать, другие уязвимые группы, которых можно идентифицировать. Мы такую тему затронули сейчас вот с Евгением, принятие-непринятие в обществе. Вот вы как оцениваете, вот меняется вот эта вот толерантность у нас вырабатывается в обществе? Ну, во-первых, эта проблема, конечно, серьезная. Не зависит не только от того, хотят чиновники или хотят медики, или хотят продвинутые люди, чтобы это быстрее решилось. К сожалению, не к сожалению, но само общество потихонечку вызревает к тому, чтобы быть готовым жить вместе с такими людьми. Чтобы это случилось быстрее, конечно, мы все должны нормально и серьезно стараться. И не стараться так вот, чтобы формально решили, циркулярно писали, его отправили, мы постарались, да. Такими вещами, к сожалению, мы результата не добьемся. Я почему задал вопрос про принятие-неприятие, я вот уже трачу время на то, чтобы, я понимаю, что специалистам есть о чем еще поговорить, но мне кажется, если вот не разобраться для себя вот с этим, принятие-непринятие, то эффективность борьбы со СПИДом, она будет ниже, чем могла бы быть. Мы традиционно проводим небольшие опросы на улицах, задавая те или иные вопросы по теме. И вот на этот раз мы сформулировали один вопрос. Вот как бы вы восприняли, если бы узнали, что рядом с вами на работе или рядом с вашим ребенком в школе, детском саду находится человек с ВИЧ? Вот что мы услышали. Спокойно. Да, это же не передается все равно по воздуху или еще как-нибудь. Плохо. Ну, вообще плохо. Не хотели бы, чтобы был рядом такой ребенок. Ну, он же не имеет какое-то значение, какой ребенок. Я не знаю. Пусть бы ходил, не знаю. На садике ребенок ходит с синдромом Дауна. Нормальный. В принципе, с настороженностью, конечно. Но, зная, как заражаются этой болезнью, то, наверное, общалась как бы со всеми остальными. Если он находится в классе и разрешили медики, значит, не страшно. Мы не побежим. Мы будем с ним дружить. Но, если это опасно, конечно, все, наверное, родители захотят, чтобы ребенку помощь оказывали в другом месте. Ну, отрицательно. Отрицательно. А почему? Ну, радоваться до него, что ли. Наверное, переживал бы. Нейтрально, я бы сказала. Это его проблемы, и меня это никак не касалось бы. Я бы просто держалась бы немножко осторожнее подальше. Спокойно. Абсолютно. Это не прокаженно. Это просто человек, который заблали. Ничего страшного в этом нет. Вот, как видите, мнения действительно разные. Они отличаются. У нас будет возможность их обсудить. Я являюсь мамой ребенка-школьника, и я посмотрела недавно фильм, международный киноальмонах, он называется «Невидимые дети». И там есть сюжет, снятый американским режиссером Спайком Ли, о том, как девочка, у которой подобный диагноз, в школе подралась с другой девочкой, и возникла реальная угроза заражения. Ну, то есть мать, ребенка, с которым она подралась, волновалась за судьбу своей дочери. И я понимаю, что в школе такие ситуации возникают достаточно часто. Я бы волновалась, если бы мой мальчишка, дрочун, сын, подрался с мальчиком, у которого подобный диагноз. Я бы волновалась за то, что он заболеет. Спасибо за ваше мнение, что вы не побоялись такой аудитории об этом сказать. Я бы начал с того, что вы сказали «чума XX века». Это одна, когда мы это повторяем слово, это одно из условий, которое создает то, что стигма не уходит, стереотипы крепнут. Потому что уже давным-давно ВИЧ-инфекция – это не чума XX века, это не приговор. Но те стереотипы, которые сформировались в конце 80-х-90-х годов, они первые и засели глубже всего. И по каждому случаю теперь бывает ситуация, когда рациональные вещи, например, то, что есть лечение, то, что никогда не зафиксировано в случае передачи, вот, в которой описана ситуация от ребенка в детском саду, даже в результате драки, не слышат. А слышат только одно – приговор «чума XX века». То есть вы не верите в то, что может случиться? Я не то, что не верю, я просто считаю, что, соответственно, разрушать нужно эти стереотипы. И сделать это можно как раз с помощью вот таких вот передач, которые обладают, ну, максимальным воздействием на население, на людей. Евгений. Знаете, я думаю, что вот опрос такой достаточно лояльный получился. Мы никак его не фильтровали. Я допускаю даже, что вы его не фильтровали. Все-таки работа в стране проводится, и есть положительный эффект. Но если бы вы у тех же людей спросили, скажем, такую вещь, как бы они посмотрели на то, если бы их дети, там, сын или дочь, решили бы жениться или выйти замуж за человека, живущего с ВИЧ, я думаю, что все другие ответы получили бы. Нет. Скорее всего, нет. Скорее всего, это был отрицательный ответ. Вот, Сергей Вячеславович, вы когда говорили, я вот слушал одну из наших участниц, я вспомнил вот эту недавнюю историю в Речице, когда девушка, 25-летняя молодая, заражала мужчин, знаю, что у нее ВИЧ, в качестве мести. Увы, но мы знаем историю, например, вот в России не так давно было, когда переливали кровь, и попала кровь больного ВИЧ, и вроде как были люди заражены. Но ведь это тоже история не из воздуха. Вот как к этому относиться в таком случае? Есть один только рецепт. Правда должна быть достоверная, точная информация. Не допускать, чтобы слухи порождали, усиливали те стереотипы. Люди должны знать всю правду о том, что ВИЧ-инфекция и СПИД – это разные вещи, а этот миф существует до сих пор. Люди должны знать о том, что есть лечение, которое не просто продлевает на пару лет, а, соответственно, оно создает условия для качественной жизни человека, если он соблюдает определенные условия и так далее. К сожалению, люди этого ничего не знают. Нельзя сказать, что про это ничего не говорили. Я помню, где-то в 2005-2006 году Вера Ильинкова, глава представительства ЮНЕЙТС Беларуси, давала в интервью в «Комсомольской правде» о том, что есть лекарство, которое позволяет это жить. Интервью было еще достаточно давно. До сих пор издания и так далее. Люди, дело в том, что не слышат и не видят. Поэтому, я еще раз говорю, что эта задача информационная, коммуникационная. И поэтому, слава Богу, что есть такая передача, которая «Ток-шоу-форум», которая доходит до максимального количества людей. И должно измениться не только у людей, у общего населения, но и, соответственно, у тех, которые работают с ними. У журналистов, СМИ. У меня просто комментарий по поводу вот этой истории с девушкой, которая умышленно, как вы видите, инфицировала людей. У меня, знаете, к таким историям двоякое отношение. Я понимаю, если бы эта девушка брала свою кровь и насильно переливала ее людям, вот это для меня было бы умышленно заражало. Но когда девушка предлагала людям заняться с ней сексом, то в данном случае должны были, как минимум, включить мозги те люди. Есть средства профилактики и защиты от инфицирования. Мне кажется, знание – это все-таки сила. Если люди знают о том, что такое ВИЧ-инфекция, они знают, что это хроническая болезнь, что есть лекарства, что Министерство здравоохранения Беларуси и вообще врачи в Беларуси им об этом известно, и они занимаются этой проблемой, то тогда и отношение будет другим, действительно, и к детям, и находясь рядом с ними. Мы, организация объединенных наций, принимаем таких людей на работу, мы работаем с ними, у нас есть ассоциация людей, живущих в ВИЧ, и мы открыто говорим об этом не только на ток-шоу, и не только с нашими партнерами, но и даже на работе. Это обычная практика. И такой стигмы дискриминации по отношению к людям, живущим в ВИЧ, практически не наблюдается. Спасибо. Сейчас мы привнёмся на короткую рекламу, после чего в нашей студии будет, ну, наверное, первая масштабная публичная презентация вот нового тестирования на ВИЧ. Сделаем это прямо в студии. А также здесь прозвучит мнение о том, что СПИД – это, возможно, крупнейшая мистификация нашего времени. Что скажут наши эксперты? Оставайтесь с нами. Это ток-шоу-форум, этот диагноз звучит как приговор. Одно только это слово наводит ужас и рисует перед глазами мрачную картину конца. Неудивительно, что именно СПИД назвали чумой 20 века. Он не щадит ни богатых, ни бедных. Для одних спутник пороков, а для других – угрозы, с которой надо бороться всем миром. Но как? Готовы ли общество принимать таких людей, или для нас они по-прежнему изгои? Что надо знать каждому, чтобы беда прошла стороной? А также, почему для некоторых СПИД – это не что иное, как масштабная мистификация нашего времени? Вот так получается, что пока одна часть общества и мира борется со СПИДом, другая в это время тоже разрастается, часть общества. Растет количество людей, которые все чаще ставят под сомнение вот это утверждение – СПИД – чума 20 века. Они сомневаются, что СПИД вообще существует. Я бы хотел пригласить сейчас в нашу студию одного из тех, кто согласен с этим. Это журналист Глеб Горбатенко. Давайте послушаем его. Вот пока Глеб идет, я сразу сделаю ремарку, что, учитывая, что система-то такая, что всегда на грани фантастики, что это не представитель желтой прессы, это не человек, который пришел для того, чтобы было много лайков в интернете. Это серьезный новостной журналист. Поэтому я надеюсь, что, Глеб, у вас будут факты. Правильно ли я понимаю, что вы не верите, что СПИД есть? Ну, не совсем так. Я бы немножко по-другому сформулировал вопрос. Не СПИД, а ВИЧ. Дело в том, что СПИД, как таковой, он, в принципе, сейчас даже не отрицается никем. То есть есть такие, скажем, все, наверное, в курсе о ВИЧ-диссидентстве. Вы, наверное, все знаете прекрасно об этом. Так вот, и даже они не отрицают существование СПИДа. То есть это, понятно, это синдром приобретенного иммунодефицита человека. Когда мы говорим о ВИЧ, мы подразумеваем в виду вирус. Вирус, как таковой, даже сейчас появляется информация о том, что он не был не то, что изучен, он не был даже до конца выделен. Первый из тех, кто это сделал, был, вы, наверное, знаете, Монтенье и Галло. Даже сейчас появляется информация о том, что вируса, как такового, выделено до конца не было. Второе, обращу на этот момент, на то, что терапия, которая сейчас проводится, значит, в борьбе со СПИДом, скажем так, применяется по отношению, она гораздо, скажем так, агрессивнее, чем если бы она не применялась. Третий момент. Люди, которые, скажем так, попали под диагноз СПИД, они либо болеют какой-то другой болезнью, то есть может это быть гепатит С, туберкулез. И вот когда терапия применяется на них, то вот эти вот диагнозы туберкулез, они как раз начинают работать с еще большей силой. Глеб, я правильно понимаю... И человек умирает не от СПИДа, а от туберкулеза, гепатита С и так далее. То есть, по сути, это самая большая, наверное, мистификация 20-го века, потому что 30 лет люди привыкли жить с диагнозом, и это воспринимается как само собой разумеющееся. У меня возникает вопрос тогда Евгении... Вот Евгений, как раз, на мой взгляд, яркий пример того, что 18 лет, хотя вы, наверное, терапию какую-то все-таки применяете, правильно? Я так понимаю, сейчас. И уже длительное время, правильно? Но в любом случае он уже сейчас разрушает стереотипы того, что, как говорили раньше, люди не могут жить там 5-10 лет. И еще такой момент. Процент заражения ВИЧ, если он все-таки есть, он на самом деле минимален. Даже, ну, это вам подтвердит любой вирусолог, потому что, если человек живет с ВИЧ-инфицированным хотя бы год, то процент там, ну, в районе 20. Если мы возьмем, там, например, какую-то лихорадку, то этот процент будет в районе 100. Спасибо, Глеб, за то, что озвучили, на самом деле, очень широкий пласт обсуждений, который начинается от исследований крупных специалистов, заканчивается теми, кто видит заговор фармакологов, я не знаю, кого еще. У нас главный инфекционист Беларуси Игорь Карпов сегодня в студии. Игорь Александрович, что скажете? Ну, на самом деле, спасибо за достаточно внятную позицию, которая была высказана. Я думаю, что любая позиция имеет право на существование. Вот. Мне бы просто хотелось сказать, что действительно Глеб описал один период очень интересный. Я не могу, услышав фамилию Голония, сказать о том, что действительно это чрезвычайно было интересно. И есть, слава богу, ученый, который по той клинической картине, которая развивалась вот у первых описанных пациентов, предположил наличие подобного рода вируса. Это, прежде всего, наверное, была не какая-то вопрос мистификации, а глубочайшее знание человека. Но, однако, потом действительно этот вирус был доказан на его существовании. И я просто хочу возразить вот что. Вы знаете, он не только изучен. Конечно, изучение вируса – это достаточно длительный процесс. Но он просто отлично изучен. Он изучен до своих структурных деталей, против которых получены антитела в настоящее время. То есть, маркеры, которыми можно доказать наличие этого вируса, определить его количество, назначить терапию, проследить в динамике, как изменяется количество этого вируса, и выйти на стабилизацию состояния пациента. Я хочу возразить, наверное, еще немножечко, может быть, субъективно, но я не могу об этом не сказать. Когда, уважаемые коллеги мои, врачи, они начали лечить вот этих вот пациентов, вы знаете, сначала у них наступило состояние некой эйфории. Это действительно было. Потому что люди с чрезвычайно низким иммунитетом отвечали на терапию и стабилизировались. Прямой вопрос. Если у какого-то объекта ВИЧ, он приходит к врачу, правильно? И говорит, мне, пожалуйста, сделайте тест, и выделите, и покажите мне этот вирус. Ему это сделают? Или же вы по каким-то косвенным признакам понимаете, что это ВИЧ, что это вирус? Вы знаете... Я знаю, это все сейчас делается на, скажем, на базе антител, которые выделяет организм, правильно? А вирус, как таковой, он даже, ну, насколько я знаю, он даже не сфотографированный. Какая-то гуляет одна фотография по интернету, которая, ну, скажем так, передается из рук в руки. По интернету много чего гуляет, и всему надо верить. То есть наличие каких-то действительно неопровержимых фактов, кроме того, что действительно Галло описал это все, но нашли вот недавно буквально его черновик, в котором были перечернуты слова, где он писал, что вирус выделить невозможно. После этого журнал Science уже опубликовал другую статью о том, что якобы вирус выделен. То есть настолько ситуация запутана. Вот если человек к вам приходит и говорит, покажите мне вирус, то есть, ну, сфотографируйте его, скажем, под микроскопом. Спасибо большое за вопрос. Вопрос очень хороший, но его точно нужно разделить по времени. То, о чем вы говорите, это 1982-83 год, когда Галло действительно, прекрасно знающий сравнительную вирусологию, это очень сложно, и клинику сумел сказать, что вероятно существует так. Он предполагал тогда. Но дело в том, что буквально через 2-3 года появились работы, которые были посвящены выделению этого вируса. И теперь я хочу конкретно вот ответить на ваш вопрос. Дело в том, что действительно можно получить и вирус, это длительная методика, но можно это сделать совершенно по-другому. Более, менее затратно и совершенно доступно. То есть можно посчитать количество вирусов методом полимеро-сцепной реакции. Что такое ПЦР? ПЦР – это определение количества вируса и его частичек. Это не иммунитет, это не антитела. Поэтому это уже материально. Это значит, вот такое количество штук существует. То есть они видны под микроскопом? Я приду, и мне их покажут, правильно? Вам покажут их на бумаге. Вам покажут электронную структуру этих вирусов. Что выделено, какое. Ну, о том, о чем вы говорите, вполне возможно. Если еще мнение специалистов на этот счет, специалистов на этот счет, Игорь Владимирович. Очень, конечно, интересная позиция. И я согласен с Игорем Александровичем, что любая позиция, она имеет право на существование. Тем более она заставляет подумать, поразмышлять и сделать какие-то выводы. Я просто хочу провести сравнение, что все говорят, что штука радиации. Ее тоже невозможно показать. Но никто сегодня не сомневается в том, что она вирусов. Евгений, вы хотите добавить? Вы знаете, я был бы очень рад согласиться с выводами Глеба. Просто вот, ну, наверное, сплю и вижу, чтобы это было правдой. На самом деле, мне надо быть даже ученым просто или врачом, каким-то крупным специалистом, чтобы увидеть одну простую вещь. Вы знаете, я работаю еще равным консультантом. Я консультирую людей, живущих с ВИЧ, по вопросам приверженности лечению и по вопросам жизни с ВИЧ. Я могу сказать одно. Занимаюсь я этим уже много лет и есть четкое наблюдение. Есть какой-то определенный период, когда человеку поставили диагноз и сколько лет потом он может прожить без потребности в приеме антиретровирусных препаратов. И вот если наступает момент, когда ему необходимо уже начать их принимать, он этого не делает, он неизбежно умрет. От чего? Неужели от вируса? А у вас были еще какие-нибудь... От того, что этот вирус, в конце концов, уничтожает... Я понимаю, она там... Я понимаю, она там примера, просто по этой теме. Так, вот когда эта передача готовилась, мы тоже искали спид-диссидентов. Так, вот искренне искали. Я написал в социальных сетях... Вы искали тех, кто будет вам... Да, оппонировать. Мне написали некоторые известные активисты, так, не буду называть то. Говорят, да, я знала, но их уже нету. А где они ушли? Есть естественная реакция человека на какой-то, на серьезный диагноз. Отрицание. Это известно, соответственно, исходя из онкологии и так далее. Первая реакция – отрицание. Этого не может быть. Естественно, человек хватается за это. Женя правильно сказал. Я был бы рад бы, если бы это было правильно. Я такой ищу мысль, да. И совершенно обратная ситуация. Если человек не принимает, он умирает. Как только он начинает принимать эти препараты, он на глазах начинает восстанавливаться. И знаете, ну, для меня этого достаточно. Я понимаю. И на сегодняшний день у меня есть запись интересная дома. Мой коллега из России, он заснял, подпольно внедрившись в конференцию спид-диссидентов, которая проходила, не помню, или Питер, или Москва, и все это заснял. То, что там происходит. Там больше. Половина, а то и более людей, которые являются членами этой конференции, участниками, они являются людьми, живущими с ВИЧ. В том пределах. И что делает информация, которую распространяют спид-диссиденты? Она просто убивает этих людей. Давайте тогда закончим этот спор. Мы оставим его для того, чтобы, возможно, в какой-то другой раз об этом поговорить. На сегодняшний день, Игорь Владимирович, я понимаю, в Беларуси однозначное отношение. На официальном уровне к этому это болезнь, с которой надо бороться. Если это реальная болезнь, то в таком случае как реально с ней борются и что делают? Значит, ну да, действительно, если бы принять сторону оппонента и поверить, и сказать, что да ладно, пускай так, как есть, так все и будет, то, к глубокому сожалению, нас бы посмотреть за стороны, как на очень странных людей. Он справились ради, Глеб не говорил, давайте так оставим. Нет, но я предполагаю, что... Разберемся, что же это все-таки такое. Но мы решили, что отложим это на потом. В нашей стране выстроена достаточно нормальная система. Во-первых, само государство обеспокоено этой проблемой. И у нас есть лечебный сектор, вы видите, главный инфекционист сегодня представлен в нашей студии. У нас представлен эпидемиологический блок, те люди, которые изучают эту проблему, распространение этой проблемы в обществе. У нас есть поддержка и помощь международных организаций, они здесь присутствуют. И это очень здорово, потому что на каком-то, особенно первом этапе, очень сложно было найти те необходимые ресурсы, чтобы покупать те лекарства, которые надо для того, чтобы бороться с этой проблемой. У нас достаточно много общественных организаций, которые также принимают участие. Потому что к некоторым гражданам нашим, которые являются, ну, на взгляд, такой вот асоциальными элементами, к ним официальное здравоохранение практически попасть не может. По разным причинам. По разным причинам. Поэтому вот в комплексе все эти структуры, которые существуют в обществе, они работают в теснейшем взаимодействии. Насколько успешно? Какова тенденция, если сравнивать 20-30 лет назад? Тенденция, в принципе, нормальная. Тенденция нормальная. И сейчас дается оценка тех же международных организаций. Мы хотя бы уже и перешли в разряд тех государств, которые живут достаточно неплохо, имеют достаточно неплохой подушевой доход в стране. И нам получить поддержку со стороны, допустим, международного сообщества становится все сложнее и сложнее. Но, тем не менее, эта поддержка планируется и она собирается выделиться только тем, у которых действительно намечаются позитивные результаты. У которых есть наметки на то, что что-то получается. И для того, чтобы получилось лучше, можно получить еще какую-то поддержку для того, чтобы повысить эффективность работы. Поэтому сейчас задача стоит остановить распространение данной инфекции в стране и наметить динамику к снижению данного распространения в нашей стране. Вот мы сейчас подходим к той фазе, когда мы можем остановить распространение, дальнейшее увеличение случаев ВИЧ в нашем государстве. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Ну вот, как эпидемиолог, о котором говорил Игорь Владимирович, я хочу добавить, что у нас в стране действительно есть очень эффективные результаты. Так, например, у нас снижен риск передачи вируса от матери ребенку в 10 раз за последние 14 лет. У нас снижен уровень заболеваемости, то есть возникновение новых случаев среди молодежи 15-24 лет в 2,5 раза. У нас снижено распространение ВИЧ-инфекции через инъекционное наркопотребление тоже более чем в 2 раза. То есть это вот те успехи, которые говорят о том, что с ВИЧ можно бороться. То есть есть реальные цифры, факты, которые это подтверждают. Да, реальные цифры, и мы их готовы показывать. Спасибо, спасибо большое. Что касается тенденции, вот вы заговорили об этом, я видел, что вам есть что сказать. Да, я хочу сказать, что я представляю программу развития ООНа, когда мы смотрим, мы работаем в 170 странах, и когда смотрим на модель наших проектов и программ по ВИЧ-спиду, то белорусский пример является образцово-показательным. Спасибо большое. Сейчас мы должны прерваться на еще одну короткую рекламу, но прежде кое-что хочется вам показать. Вот он тот самый, как и обещал, новый тест, который позволяет, насколько я понимаю, определить, есть ВИЧ или нет, не сдавая крови, то есть по слюне. Чтобы было все правильно, показывая вам, я бы хотел не сам это сделать, а с помощью специалистов, чьей компетентности лично я не сомневаюсь. Это заместитель главного врача инфекционной больницы Дмитрий Сергеевич Падута. Дмитрий Сергеевич, если нетрудно, подойдите ко мне. Значит, все ли я правильно сказал? Вот здесь вот. Абсолютно с вами согласен. То есть можно кровь не сдавать и первоначально сдать вот такой вот тест. А где его могут взять люди? На сегодняшний день решение такое, что этот тест можно будет пройти практически в любом медицинском учреждении. Мы сейчас окончательно наводим штрихи на нормативную базу, которая позволит это нам делать и позволит любому человеку, любому пациенту, который имеет необходимость в этом, пройти это тестирование совершенно спокойно. Спокойно и бесплатно? Естественно. Ну что? Это принципиальный момент бесплатности, доступности. Тогда, наверное, приступим. Я почему? Я так понимаю, что каждый человек должен сам это делать или специалист всегда ему помогает? Специалист всегда должен проконсультировать и во всех аспектах, и во всех тонкостях, и во всех нюансах теста. Причем не сколько связанных с техническим исполнением этого теста, сколько с теми вопросами и проблемами, которые возникают у пациента в связи с этим тестированием. Потому что решения пройти этот тест – это уже достаточно много. Ну вот, допустим, решил я провериться. Давайте, что нужно делать? Открываем. То есть руки мыть не обязательно перед этим, да? Ну, мы думаем, что они у нас чистые. Они чистые? Так, это я достаю, так? Что-то еще достаю? Там какая-то колбочка? Там есть специальный раствор, который поможет нам... Сейчас его достать? Можно и сейчас его достать. Так, давайте достанем и... Поддержите, пожалуйста. Пожалуйста. Дверя вам. Так, 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 так. Вот она, та самая колбочка. Вот так вот она будет. С реагентом и реактивом, который поздно. Да-да-да, там что-то есть? Так, так, так. Там есть специальная жидкость, скажем. Да, она там есть? Ее там не очень много. Я открываю, да? Если можно, здесь очень важно, чтобы было психосоциально консультировано. Безусловно. То есть вы меня должны успокаиваете в этот момент? Нет, нет. Правильно все объяснить. Вам нужно объяснить и рассказать о том, что вы собираетесь сделать. Что такое ВИЧ-инфекция? И затем, после того, как вы пройдете тест, какой бы результат бы ни был, опять-таки необходимо, чтобы с вами проговорили профессионал. Ну вот мы уже полчаса программы, как мы ему объясняли, что мы говорили. Да, да. Поэтому мы эту стадию прошли успешно. Я надеюсь, что мы получили хотя бы частично ответы на те вопросы, которые... Программа эта до тестовая консультировка. Теперь я... Теперь вы берете это. И куда? Сверху просто слюны? Просто склизистая оболочка. Чуть-чуть, достаточно? Ну, подержать некоторое время. Я думаю, что достаточно. Я опускаю. Да. Опускаю и отставляю в сторонку. Работает или нет? Проверим. Через 20 минут обещают специалисты. 20 минут? Хватит? Я думаю, что... К концу программа будет готова, так что не переключайтесь. Этот диагноз звучит как приговор. Одно только это слово наводит ужас и рисует перед глазами мрачную картину конца. Неудивительно, что именно спит, назвали чумой 20 века. Он не щадит ни богатых, ни бедных. Для одних спутник пророков, а для других угроза, с которой надо бороться всем миром. Но как? Готовы ли общество принимать таких людей или для нас они по-прежнему изгои? Что надо знать каждому, чтобы беда прошла стороной? Сегодня в нашей студии цифры, мнения и реальные судьбы людей. Вот говорят же, что никогда не показывай на себе, не пробуй. Вот сделали мы, уходя на рекламу, этот тест. Ну, пока была реклама, меня спрашивали, вот в том числе и коллеги, вот не страшно, вдруг какой-то результат не тот, вот не волнуешься ли? Вот честно скажу, что не волнуюсь, потому что вот сказали, что есть основная группа риска, когда имеет смысл волноваться, напомню-то, наркоманы, проститутки, гомосексуалисты, ну, бомжи, как мы называем, такое тоже часто бывает. Ну, я к этим категориям не отношусь, я вроде как спокойно. Но с другой стороны, вот Сергей Вячеславович, если позволите, если позволите, вот я делая это, вот какое-то волнение все равно испытываю, послушав Евгения, каждого из экспертов, послушав Глеба. Я вспоминаю историю о том, как, например, беременная женщина приходит, ей делают какой-то, допустим, анализ, говорят, у вас ВИЧ, говорят, у вас ВИЧ, она сходит с ума, через два месяца оказывается, ничего нет, чисто. Вот, когда мы рассказывали сегодня все эти страшилки в этой программе, мы не переборщили, мы суть не потеряли? Ну, во-первых, у нас страшилок было мало, так, потому что страшилки остались уже в 80-х, 90-х, начало нулевых. И самое главное, вот сказали, что все хорошо и так далее. Есть одна группа, которая является, ну, скажем так, потенциально опасной. Это группа взрослый, так, вот 35 и старше, человек, который, соответственно, ведет, как он считает, совершенно такой образ жизни. Вот, почему он самый опасный? Я не понимаю, это возрасте дело или в образе жизни? Это дело возраста, просто которые сформировались непосредственно в конце 80-х, начале 90-х. Что они делают, расскажите свои слова. Это самое опасное. Вот проходит у нас одна акция, подходит мужчина такой, достаточно такой, видно, солидный, ну, там, раскладываются материалы, он говорит, так, ВИЧ уже после 40-ка не страшен, так? Он так, с уверенностью вроде, но с таким это самое сомнением. Я говорю, ну, почему же? Это миф, который тоже существует в этом возрасте, так? И, соответственно, то, о чем говорил Женя, что ответственность за свое здоровье, предохраняться и так далее, любой человек. Ну, давайте мы честно ответим, вот в этом временном, соответственно, от 40 и выше. Все ли всегда ведут себя правильно и всегда ли все соблюдают, так? То есть ситуация всегда остается, и это естественным образом возникает тот, ну, как бы страх. Но вот что главное в этом тесте, который Дима, вы сдали. Дело в том, что мы сейчас проехали по городам нашей страны, и там, естественно, проходила эти тесты, и там сдавали люди, облеченные властью и так далее. Это как сигнал к обществу. Это не страшно. Я все-таки очень хочу представить еще одну героиню нашей программы. Дело в том, что все эти проблемы, о которых мы говорим сегодня, она пережила на экране. Замечательная актриса Олеся Грибок сегодня вместе с нами встречается. Олеся, здравствуйте. Это для вас была работа, или это все-таки, я не знаю, это был крик души, это желание присоединиться вот к тем людям, которые готовы собственным имиджем обратить внимание на эту проблему? Вы знаете, вот отвечая на ваше высказывание о том, что вы не боитесь результата теста, который вы только что сделали, когда я получала свой результат, я волновалась. Несмотря на то, что я была уверена в том, что я не в группе риска, что в принципе в моей жизни вроде как не было ситуаций, в которых я могла бы заразиться, но сам момент вскрытия конверта был волнительным. Попытаюсь объяснить почему. Мы сейчас находимся на таком этапе, когда людям нужно постоянно напоминать о том, что нужно сделать тест на ВИЧ. Мы находимся на том этапе, когда люди не обращаются к врачу тогда, когда им это не нужно. То есть я, например, иду к врачу только тогда, когда у меня что-то болит. И только через повышение какой-то общей культуры, в том числе общей культуры отношения к собственному здоровью, мы можем повысить внимание к этому вопросу. Вот у меня еще один к вам вопрос в таком случае. Вот мы с Евгением в самом начале начали говорить, потом как-то развивали, вы слышали опрос, который был у нас. Вот ваши отношения, да? Вот вы чувствуете, что есть некое неприятие все равно в обществе, несмотря на то, что много раз говорили об этом, и фильм вышел, показывали его. Вот как вы считаете? Я почувствовала на себе какую-то очень странную реакцию, на мой взгляд, поскольку я человек сознательный и целеустремленный, и, в общем-то, всеобщеразвитый. Я почувствовала на себе какую-то странную реакцию со стороны людей, которые узнали, что я снялась в проекте, который своей целью ставит снижение стигмы дискриминации. То есть люди почему-то стали считать, что теперь, отныне, с того момента, они будут воспринимать меня только в связи с вопросом ВИЧ. Почему, мне непонятно. Спасибо, Олеся. Да, вы хотели что-то сказать. Дмитрий, коллеги, сегодня здесь несколько раз уже упоминалось, что ВИЧ-инфекция – это проблема групп наиболее подверженных риску заражения ВИЧ-спит. И лишь вот Сергей сказал о том, что лица старше 30, но как-то вот ждал реакции, не услышал. На сегодняшний день обычный гетеросексуальный половой путь передачи составляет почти 80% из случаев, выявленных, допустим, ежегодно. Это означает о том, что проблема ВИЧ – это не проблема только уязвимых групп. И сегодня с ВИЧ-инфекцией может столкнуться любой человек и ошибочно думать, что если я не отношусь к этим группам, значит, со мной всё будет прекрасно, я могу вести какой хочу угодно сексуальный образ жизни. Ну, я же не то, ни второй, ни третий. Это очень важная ремарка. И дело в том, что я ждал, когда кто-то произнесёт вот эту фразу из тех, кто не хочет воспринимать, воспринимает людей с ВИЧ как изгоя, потому что вот когда общаешься, даже вот идя на программу, о чём? О толерантности к людям, у которых ВИЧ. И знаете, что я услышал? Какой вопрос? А почему мы должны быть толерантны тем, вот общество, к тем, кто несколько лет назад не был толерантен к нам? Кто не думал о других, кто рядом с ним? Почему мы сейчас должны жертвовать своей уверенностью, своей безопасностью ради тех, кто тогда о нас не думал? Вот как ответить, как ответить вот на такое, Евгений? Я думаю, что человек в такой ситуации всегда найдёт оправдание своим поступкам. Наверное, я был не очень толерантен к своим родителям, но когда я употреблял наркотики, да, то есть я, конечно же, я часто поступал с их интересами. Но как меня может обвинить посторонний человек в том, что я был к нему нетолерантен? Ну, я не знаю, как бы, такое обвинение очень эфемерное. Да, Алиса. А кто без греха вообще? Кто без греха? Вот, я хотела сказать, на самом деле, о том же. Извините меня, у нас ни у кого за спиной крыльев нету, так? То есть, в принципе, предполагается, что мы люди, созданные наполовину из белого, наполовину из чёрного и так далее, так? На самом деле, я однажды столкнулась с такой ситуацией, когда у меня спросили, почему мы должны решать вопросы небольшого количества людей в нашей стране, которые столкнулись с этой проблемой. На что у меня есть ответ? Мы являемся частью мира. И что такое победа? Победа – это огромное количество труда отдельно взятых людей. То, о чём уже говорили, о том, что то, что риск заражения от матери к ребёнку снизился в 10 раз – это огромный труд каждого отдельного взятого профессионала в своей сфере. Для того, чтобы достигнуть вот этой, в общем-то, сухой цифры, на которой я, как человек творческий, никогда не обращаю внимания. Я ещё просто хочу добавить действительно цифры. Дело в том, что на сегодняшний день у нас более 60 людей, у которых выявляется ВИЧ-инфекция. Это обычные люди старше 30-35 лет. Это люди, которые живут среди нас с обычными профессиями. Это учителя, менеджеры. Это люди, которые работают в науке. А вот сейчас я не могу не спросить, а что происходит, если раньше были определённые группы, а сейчас все подряд? Дело в том, что это именно из-за того, что мы привыкли воспринимать проблему ВИЧ как проблему отдельных групп населения, которых мы отторгаем. Это наркопотребители, это секс-бизнес, это что-то чуждое. И на самом деле, вот как Сергей правильно сказал, нет людей без греха. Ну вот, так скажем, кто скажет, что у него последние пять лет не было гетеросексуальных обычных контактов, может быть, вне семьи? Наверное, достаточно... А кто-нибудь может сказать, конечно, да. Мы что-то найдут сами... Пусть они ответят сами для себя на этот вопрос. И каждый из этих людей, он уже в зоне риска. Спасибо за ваше мнение, да, пожалуйста. И будучи в зоне риска, и будучи гражданином этой страны, этот человек имеет право жить нормальной, хорошей жизнью, пользоваться теми свободами, которыми страна предлагает. И пользоваться теми услугами, которые даёт правительство в лице Министерства здравоохранения. Если страна хочет находиться на хорошем уровне, а мы все состоим, страна состоит из граждан, то даже те граждане, у которых нет ВИЧ-инфекции, думая о будущем в стране, должны заботиться об этом гражданине. То есть здесь и права гражданина должны быть соблюдены. Понятно, что то, что мы обсуждаем, очень важно, актуально. И оно действительно сегодня неоднозначно воспринимается. Но всё-таки самое важное, самое главное, сделать так, чтобы люди стали невосприимчивыми. Не потому, что они не могут заразиться, а невосприимчивыми, потому что они знают, что надо делать и как себя вести, и как жить в этом мире, чтобы не заболеть. Поэтому это самое главное, что мы сегодня должны сделать. Только таким образом нам удастся остановить распространение этой эпидемии. Потому что всё остальное – это полиатив, всё остальное – это забота о тех, кто уже пострадал. А нам надо сделать так, чтобы пострадавших не стало или стало их как можно меньше. Как раз когда мы говорим о группах риска, это в принципе группа риска по поведению. Есть рисковые виды поведения, то же самое инъекционное наркопотребление, или секс без защиты, который обуславливает передачу этой инфекции. И когда мы говорили, например, вначале об изоляции этих групп, или когда мы отворачиваемся спиной от этих групп, сколько бы мы не маргинализировали эти группы, оказывается, что они часть нашего общества. Поэтому и происходит это видоизменение, распространение заболевания, потому что они часть нашего общества. Их невозможно от нас отделить. Если мы не примем их и не прекратится стигматизирование того или иного поведения или групп, это перейдёт на генеральную популяцию, потому что люди с высокорисковым поведением такие же члены нашего общества, как мы с вами. Спасибо, Евгений. Я ставил на мысль, что когда мы все говорим «они», по сути вы воспринимаете, что это «мы». Ну, часто сам себя ловлю на этой мысли. Когда в моём присутствии говорят «они», ну, сейчас это спокойно воспринимаю. Сначала, когда-то раньше, помню, я дёргался, думаю, ну, как они, я ж тут, ну, что... Вы знаете, я ещё хочу сказать, вот, по поводу вот этого отношения, да, людей плохо делали, неплохо. Мы тут вначале, когда знакомились, вы ожидали меня здесь встретить с супругой, возможно, с дочерью. И, вы знаете, уже много лет супруга, не имея диагноза ВИЧ-инфекция, она отказывается от публичных выступлений, потому что до сих пор боится лишний раз засветиться и вызвать чей-то вот гнев, чью-то негативную реакцию на то, что её муж живёт с ВИЧ-инфекцией. Потому что на сегодняшний день мало кто хочет верить в то, что, во-первых, она не живёт с ВИЧ-инфекцией, а, во-вторых, потому что, опять же говорю, что люди пытаются искать эти оправдания и продолжать обвинять нас, людей, живущих с ВИЧ, наше окружение, в каком-то деструктивном поведении, которое, возможно, разрушит их жизни. Спасибо, Евгения, что вы пришли. Вы разрушаетесь. Есть стереотипы, которые здесь ещё сидят. Пожалуйста. Я, как представитель не совсем молодёжного уже поколения, сейчас сижу и ловлю себя на мысли, что, наверное, истоки ещё вот этого отношения, что меня это не касается, это как-то, знаете, ну как-то не могу к себе это применить особо. То есть разный уровень страха получается у нас. Там, где надо бояться, мы не боимся. Ну, потому что, ну, что я вот буду спрашивать своего человека, есть у тебя справка, ну, как-то неудобно, а что он по меня подумает, да, а это как-то поставит под сомнение, что я его люблю, там, и так далее. Да, этого я как-то вот подспудно боюсь. А, то есть разный уровень страха. А сесть рядом вот с пищеположенным человеком часто боимся, хотя понимаем, что страха нет. То есть сесть рядом боимся, да, а согласиться на более серьёзное вмешательство часто не боимся. То есть я хочу сказать, что боимся того, чего... То есть пора уже переключаться там. Перепуталось у нас в голове всё. Уже пора бояться каких-то реальных вещей. Ну, часто вот говорим мы, вот вы познакомились друг с дружкой, да, взялись за ручкой, пошли сдать, ты знаешь, ой, ну как-то неудобно, ну как же я ему предложу, ну он же подумает, там не весь что про меня, что я какая-то там сякая, да не подумает, ну, слушай, пусть подумает, но потом спокойнее будет. Можно конкретно просто по пунктам не, м или на, да? Вот кто это может мне сказать из специалистов? Давайте я попробую. Ну, конечно, факты рискованного поведения мы все обсудили. Не употреблять наркотики. Вот, конкретно. Не вступать в сексуальные отношения без презерватива. Ну, не менять часто своего партнёра, да. Я не спросил, как часто не менять, да? Да, потому что никто не думает о том говорить. Наверное, тогда нужно вернуться к тому, о чём говорила Мария, да, что лучше всего сразу же сдать тест на ВИЧ, убедиться в том, что ваши чувства сильны, и продолжать жить дальше, независимо от того, какие будут результаты. Спасибо большое, Сергей Ильич. Но этого недостаточно. Надо изменить отношение к тем людям, которые живут с ВИЧ. Самое главное, так? То есть понимать, что мифы, которые существуют, их нужно разрушать с помощью, опять-таки, такой же программы. Соответственно, тогда будет постепенно... Я не уверен, что это не задача завтра вот всё изменится и так далее, так? Но каждый шаг, соответственно, мы должны формировать другое отношение к этим людям. И здесь большую роль могут сыграть люди известные, так? Вот, например, международная команда существует «Красная ленточка». Это ЮНЕЙС Восточной Европы и Центральной Азии объединяет лучших артистов, исполнителей и так далее, которые призывают... Кстати, вот Олеся, она член этой команды, так? Член этой команды. Предположим, Олеся выступает с определенными тоже, как бы, такими посланиями, так? И, например, то, что, Дима, сделали вы, это тоже уже шаг непосредственно по разрушению этих самых стереотипов. Так? Все-таки всем миром и всем вместе, и здесь в одиночку точно действовать не получится. Время, аж программа подошло, к сожалению, к концу. Я думаю, что это далеко не последняя программа на эту тему. Будем надеяться, что мы иногда будем просто собираться и рассуждать, а не просто говорить о каких-то цифрах, случаях. Дмитрий Сергеевич, здесь как в тесте на беременность, да? Одна полоска, две полоски. Если одна – это все хорошо, значит, одна полоска – это все хорошо, две – значит, пора беспокоиться и идти к врачу и спрашивать, как действовать дальше. У меня, к счастью, одна полоска. Я вот желаю, я желаю, чтобы у вас всегда все тесты были хорошими, вы были здоровыми. Я понимаю, что в этой программе я в конце должен сказать пару слов про толерантность, но я не буду много об этом говорить, я скажу только одно – толерантность – это удел сильных людей. Вот если вы сильны, вы и так все понимаете, как относиться к людям, которые однажды ступились, и они просят просто не мешать им жить. Сегодня все, это был форум, до встречи через неделю. Часто. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ